Бородатый лингвист И что я просто пытался заработать подписчиков Ну в общем, сегодня у нас с вами будет абсолютно нетоксичный контент Сегодня мы с вами будем разговаривать про переводы Про переводы Гоблина, которые я очень люблю Ну по крайней мере люблю его старые переводы, не очень люблю его новые переводы И сегодня как раз таки будет его старый перевод То есть такой довольно старый И я его хочу сравнить с дубляжом По сути дела у многих Гоблина ассоциируется именно с матами То есть когда мы что-то смотрим Как правило перевод Гоблина это тот самый правильный точный перевод В котором есть матюки Но сегодня как раз таки другой случай Сегодня мы будем с вами смотреть Шрека А в Шреке, как вы понимаете, матюков нет Да, там у нас все культурненько, классненько и замечательно И сегодня мы с вами поймем Есть ли смысл вообще смотреть Гоблина, а не дубляж Да, по сути дела матюков там и нет И по идее мультик-то как бы и детский На самом деле я вот так вот сказал мультик детский Но так-то нифига он не детский Там довольно много разных отсылок И в принципе очень много такого интересного юмора Который может понравиться и взрослым То есть мне нравится, что такие мультики делаются в два слоя Первый для детей, которые видят яркую картинку Видят какие-то очень такие, ну, банальные шутки И плюс к тому же это делается для взрослых Которые тоже увидят что-то свое интересное На самом деле я планировал сделать это видео довольно давно Вот даже есть пруф Но меня опередили Есть такой прикольный канал Акар У него много разных рубрик И одна из его рубрик это тоже Ну, не то что разбор Это косяки переводов мультиков Или там каких-то мультфильмов по комиксам, да И вот в одном из прошлых выпусков Я поставлю его в описании Он затронул Шрека И знаете, я вам скажу Я с ним абсолютно согласен Вот вам небольшой отрывок Еще Шрек 2 в течение всего фильма Не может понять, кто же такой собственно Шрек В оригинале он если что Огр Огры Это великаны-людоеды из кельтских мифов Но в дубляже это слово постоянно избегают Огра то называют троллем То болотовладельцем Видимо это более политкорректный термин для слова Огр То его все же называют великаном И все это в пределах одного мульта И я думал, что это какой-то глюк конкретно второй части Но в первой ситуация аналогичная Эй ты! Великан! Тот, кто одолеет тролля Ты тролль? Разыскивается злой великан Они не могли определиться Решили перечислить все варианты Потому что авось какой-нибудь будет правильный То есть за перерыв между двумя мультами Дубляторы так и не смогли определиться То есть забавно, но этот косяк Он был на протяжении двух фильмов И мне действительно непонятно Я не так давно смотрел ролик от stopgame.ru Про переводы игр Про переводы Fargus И там говорилось, что над игрой работало несколько переводчиков И эти переводчики между собой не имели никакой связи И я так понимаю, что здесь примерно то же самое То есть было несколько переводчиков Которые между собой не кооперировались Но это же очень странно Мы же делаем официальный дубляж Почему? Почему так? Ну и да, мне немножко тоже непонятно Почему нельзя было просто перевести как Огр Я не знаю, было ли в то время, когда Шрек выходил Вообще это понятие Огр Но мне кажется, что было Мне кажется, можно было где-то посмотреть Это же по идее мифическое существо Поэтому в принципе я так думаю, что его можно было где-то найти Но видимо для того, чтобы людям было понятнее Из него сделали людоеда, тролля, гиганта, великана То есть что-то такое Но окей Да, и действительно Акр прав На протяжении всего фильма у него меняется имя То есть Огр переводится непонятно как И самое забавное, что в первой части фильма Его называют великаном Потом его называют троллем А потом снова великаном То есть ну как-то это очень странно Yes, well actually, that would be a giant Now ogres, they're much worse Нет, нет, с костями Это стиль людоеда Великаны куда страшнее You there Огр И ты Великан The one who kills the ogre Will be named champion How about him? Тот кто одолеет тролля Тот ты чемпион Ogres are lacanians Великаны как луковицы You're an ogre Так ты Ты тролль? Ну У гоблина, конечно же, лучше Потому что у него здесь везде людоеды Вообще-то этим занимаются великаны А людоеды Они гораздо хуже Эй ты Людоед Победителем будет тот, кто убьет людоеда Людоеды Они как лук Вы людоед? У гоблина здесь значительно лучше У гоблина здесь людоед Я правда тоже не понимаю, почему гоблин не сказал, что это ogre Но окей, людоед так людоед Это такая информация, которая лежала на поверхности Давай теперь по пунктам перейдем Посмотрим, где же кто лучше как переводил Я предлагаю начать с акцентов Их не так много Тут есть буквально пара моментов Но эти пара моментов, они очень показательные Первый момент связан с тремя поросятами Видно, что здесь они говорят с немецким акцентом И вставляют немецкие предлоги Унт Типа не энд, а унт Потому что по идее, насколько я знаю Изначально сказка это она немецкая Поэтому унт Ну окей, хорошо И как мне кажется, эти акценты можно было бы отыграть Почему нет? Это давало бы такую забавку Как мы видим, дубляж этого не сделал Дубляж на это забил А вот Гоблин сделал И Гоблину отдельный респект за этот акцент Еще обратите внимание на само содержание Как говорят сами поросятки Hooft und poofed Если по-нормальному должно звучать Haft and puffed Да, то есть он На самом деле здесь обыгрываются слова сказки Где волк говорит I have and I puff and I blow your house down То есть я дуну, я вдохну, я выдохну И я ваш дом просто сломаю Я его просто нафиг сломаю Я его сдую и он сломается Да Здесь же как раз таки это обыгрывается И говорится, что он набрал воздуха Он так И потом просто отдал нам викшиноут И викшиноут это такая бумажечка Которая означает, что вас выселяют Вам на дверь клеят вот такое вот оповещение Мол, в течение какого-то времени Пожалуйста, покиньте эту квартиру То есть, как мне кажется, это тоже можно было как-то обыграть То есть найти какие-то стишки Где там волк встал Волк пошел Он подунул и ушел Это я сейчас какую-то фигню придумал Но вы понимаете, о чем я То есть в интернете есть стихотворение Есть эта сказка в стихах И можно было как-то это все обыграть Но на самом деле Что дубляж, что гоблин Как-то забили на это И мне кажется, что это немножко неправильно Они, конечно, привели как бы цитаты из книжки Но все равно получилось как-то не так Он напыжился на дозы И дал ордер на Василии Он топал ногами Он махал руками И выгнал нас из дома На самом деле там даже можно было сделать Небольшую отсылку на фильм Джентльмены удачи Я делал разбор перевода с русского на английский Вот небольшой фрагмент Я злой и страшный серый волк Я в поросятах знаю толк То есть, да, вот эта вот фраза Они перевели фразу Я страшный серый волк Я в поросятах знаю толк Можно было как-то Как-то Это вот туда вот перенести И вот обыграть Но я попробовал как-нибудь что-нибудь вот такое сделать Мне кажется, могло получиться очень-очень прикольно Ну, ладно, они не стали Тем не менее, да Мне кажется, что можно было как-то с этим поиграться Но за акцент респект Гоблину Здесь примерно то же самое Этот Робин Гуд Ну, типа Робин Гуд Он говорит с таким французским акцентом И Гоблин показал этот французский акцент А вот дубляж почему-то не стал Я не понимаю почему Потому что, мне кажется, такие вещи нужно показывать Это ж какая-то их такая аутентичность Это такая их особенность Придает какой-то мемористический эффект Мне кажется, это прикольно Не понимаю, почему дубляж этого не сделал Поэтому респект Гоблину Что касается перевода, там все норм Это что касается акцентов Тут, как я говорю, не так много О чем можно поговорить Но, в принципе, прикольные моменты Далее давайте поговорим о стишках О песенках, которые тоже в этом мультике есть И которые тоже нужно переводить И которые тоже нужно как-то адаптировать Тут, наверное, нужно небольшое пояснение Вот этот вот пряня, да, пряничный человечек Это аналог нашего колобка Да, то есть это колобок Его тоже испекли бабушка с дедушкой Но он от них убежал И, по сути дела, его также в конце съела лиса И вот когда он от них бежал От бабушки, от дедушки, там, других животных Он как раз-таки говорил вот эту фразу И поэтому Лорд Фархуат, он его как бы дразнит То есть, типа, смотри-ка, не убежишь От меня не убежишь, да И, как мне кажется, здесь можно было сделать Прекрасную адаптацию с колобком То есть, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел От меня ты не уйдешь Ну, что-нибудь такое, да, в этом роде Что и сделал дубляж И это супер Ну и что? Я от бабушки ушел И от дедушки ушел От меня не уйдешь Это очень круто Как мне кажется, прям респект Потому что, ну, это прям напрашивается Потому что это аналог нашего колобка И мне кажется, что людям вот эти вот вещи Будут понятны и смешны Гоблин, вообще, на самом деле Не очень любит некоторые адаптации И поэтому делает вот так Нас не догонят, нас не догонят Я пряничный человечек По факту, Гоблин рифму делать не стал Он просто ставил этот мем Нас не догонят, нас не догонят Видимо, мем того времени Когда была популярна группа Тату Ну, тоже, конечно, забавно Но мне кажется, все-таки Что у дубляжа здесь покруче Монстр? Я не монстр, а ты Ты и все остальные Мелкая нечисть, что замарала этот мир Говори, где остальные? Вот тебе Ты чудовище Нет, чудовище здесь не я Чудовище, это ты Ты и все твои дружки Сказочные твари, которые отравляют Мой совершенный мир А теперь говори Где все остальные? Обсоси меня Ну, а вот здесь, как мне кажется Ну, Гоблин просто красавчик Я не понимаю, почему дубляж Никак это не обыграл Я понимаю, что они хотели быть Какими-то более такими Аккуратными Чтобы не было каких-то Возрастных ограничений Но, тем не менее, блин Насколько же это прикольно Фраза eat me Она как бы По идее переводится Пошел в задницу Да, пошел нахрен Но более такая мягкая Но здесь, в этом контексте То есть, что это пряня Да, и он говорит Съешь меня То есть, это намного более прикольно Звучит То есть, такая Игра слов, что ли Или каламбурчик Я не знаю, как это правильно назвать И это обязательно нужно было обыграть Гоблин обыграл это как Обсоси меня И это, как мне кажется Намного круче Потому что это прям в тему И это подходит под тематику еды Да У дубляжа просто Вот тебе Но это Это не о чем Это очень слабо Очень слабо Почему они решили так сделать? Ну, блин Для меня это немножко странно Возможно, потому что до этого Они обыгрывали всякие там Вот опять же Эти стишки детские Вот эти всякие Считалочки Всякую такую фигню, да Опять же Сказочку про пряника, да Поэтому, возможно, здесь Они тоже решили Приплечь вот такую вот Считалочку Такой вот детский стишок Маффинмен Это человек Который разносит Пирожные Маффины, да И про него есть стишок Детский Вот он Маффинмен Здесь он немножко изменен Я так понимаю У него много разных версий И они его сделали В таком режиме Допроса И это выглядит Очень комично, да Потому что Как бы вроде как Они говорят Детские слова Но при этом Взрослым языком То есть как бы Ты знаешь, кто такой Этот Маффинмен? Ты знаешь его, да Он говорит Да, я знаю Он живет вот там Вот там-то Да, я знаю Он живет вот на той улице И это так забавно Так прикольно звучит Но, к сожалению Как-то обыграть это На мой взгляд Ну, просто невозможно Чтобы передать Весь посыл, да Поэтому, как мне кажется Здесь у дубляжа Получилось лучше всего Они его связали С Шляпником И то есть получается Что Пряня, да Он как бы Отводит разговор В какую-то другую сторону Возможно, он так и пытался Сделать в оригинале То есть Чтобы не рассказывать Где прячутся все эти Магические существа Он отвел разговор В сторону какого-то там Чувака, который разносит Маффины, да Пирожные И как бы вот этот король Да, лорд Фархуат Он повел И в русском дубляже Тоже получается прикольно Потому что он начал говорить Про Шляпника Который пьет чай В 7 вечера Там, или в 6 вечера И как бы получается Тоже прикольно Конечно, не передает Все вот эту вот атмосферу Но, тем не менее, забавно Ладно, я скажу Ты знаешь Кондитера Кондитера? Кондитера Да Я знаю кондитера Это который живет На Друи Лейн? Ну так вот Она за ним замужем За кондитером? За кондитером! Она замужем за кондитером Гоблин же просто перевел Как мне кажется Вот здесь Ну тоже Ну нужно было как-то Покреативить Потому что, ну чё Я так думаю Что мало кто понял О чем идет речь Я не думаю Что кто-то понял О чем идет речь Он просто перевел дословно И в этом мне как раз-таки Гоблин очень часто не нравится Потому что вещи Где можно было Немножко проявить креативность Он делает очень так Однобоко Типа говоря Что это максимально правильно И точно Иногда От точности нужно уходить Чтоб получилось забавно Это на мой взгляд Мне так кажется Чтобы человек понял О чем идет речь И чтобы он посмеялся Чтобы шутка Которую заложил автор Она сработала Точнее не сама шутка А именно тот момент Юмористически сработала В общем это очень сложная тема Ее можно долго развивать Но как мне кажется Все-таки Адаптация в данном случае нужна Единственное что я не понимаю Зачем дубляж В конце добавил этот Разобраться со шляпником Она замужем За шляпником За шляпником? Да за шляпником Разобраться со шляпником Он мог бы закончить Точно такой же фразой Мол типа Она женилась на шляпнике То есть опять же Никакого смысла в этом нет Но как бы Этого лорда Фархуада Пря не отвлек Поэтому было бы Мне кажется забавно Разобраться со шляпником Ну не знаю Есть ли в этом смысл Нет Кто понял эти фишки Пишите в комментариях Я поддерживаю всегда Когда мои всякие Не знаю Фантазии дополняют Или же наоборот Могут развеять мои фантазии Здесь по сути дела Переводить нечего Думаю здесь все понятно Здесь есть стишок Да пророчество И его нужно перевести Адаптировать Чтобы пришел смысл Конечно можно отойти Немножко от оригинала Но главное Чтобы получилась рифма Да Потому что это пророчество Красотка днем В ночи урод И так за годом год Покуда поцелуй любви Вид истины вернет У дубляжа это прекрасно получилось У дубляжа очень здорово И очень классно Ночью я такая Однем другая И так будет до тех пор Пока поцелуй любви Не снимет заклятие Прекрасно Не знал что ты пишешь стихи У гоблина нет И это очень тупо звучит Потому что дальше Осел спрашивает Ты что пишешь стихи Но у гоблина нет стиха Он просто перевел дословно Ну я типа не понимаю Как так можно было Ну блин реально Типа Я не понимаю Как можно было это упустить То есть это То ли кто-то сильно торопился То ли че То ли не отдали людям Которые должны были составить стихи Но это очень странно Потому что ну блин Это прям очень тупо И нелогично ДУЛАК ДУЛАК Тут на самом деле Можно менять все что угодно Главное попасть в рифму И попасть в такт Чтобы получилось правильно Чтобы получилось в такт Песня попала Единственное Здесь есть один момент Который нужно перевести правильно Чтобы шутка сохранилась Этот момент как раз таки связан с задницей То есть по идее должно быть Вайп your ass Да То есть подтирай себе задницу И они даже наклоняются Но потом как бы делают такую фишечку Вот это нужно было как-то перевести Сделать так Чтобы сначала была жопа А потом сменилась лицом Как это перевели Городок, дюлок Заходи, дружок Наших правил пять Ты должен знать Малышей не ругай Руку всем подавай И деревья не ломай Чисти, как на парад Обувь и вытри Лап Дюлок наш Дюлок наш Чудо-город Рай Стив Добро пожаловать в дюлок В идеальный городок Наш уклад довольно прост Не таскай котов за хвост Не бузи, не дерзи И все будет на мази Наш дюлок Идеальный городок Дюлок Городок, дай боже По газонам здесь не топай Подтирай исправно рожу Наш дюлок Наш дюлок Идеальный городок И здесь на самом деле Мне у дубляжа нравится больше Почему? Ну я не знаю Возможно потому что На меня так подействовали Нормальные голоса Но как мне кажется Все таки по стилистике Дубляж попал лучше Потому что у Гоблина Получился какой-то Слишком Какая-то слишком Блатная песня Я не понимаю почему Потому что Изначально В оригинале Там нет ничего блатного Все Ну просто обычная песенка Да С обычными словами У Гоблина Там как-то получился Какой-то Как-то У Гоблина Как мне кажется Получилось слишком много слонга Который Ну лично меня выбивал После прослушки оригинала Вот Поэтому опять же Здесь как мне кажется И шутка сделана Лучше У дубляжа И сам по себе По стилистике Песня переведена лучше Хотя у Гоблина Опять же Как мне кажется Более точно Ну Точно здесь Как я сказал Здесь уже не самое главное Здесь самое главное Сохранить шутку Что сохранили оба Да Обе озвучки Но тем не менее Все таки На мой взгляд У дубляжа Это получилось лучше О, Мэри Мэйннннннннннннннннннннннннн Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну-ка, гляньте, молодцы, я уже его режу А вот здесь все как раз-таки наоборот. У Гоблина очень круто. Вообще, я помню, что Гоблин очень круто мог переводить песенки. Например, полнометражка Южного парка, и там было очень много песенок. И я тогда, когда делал разбор, я говорил, что это просто шикарно, это топ. Я помню, что мы тогда все бегали и пели его песни по школе. Это было очень круто. И здесь как раз-таки он сохраняет традиции и сделал очень точно и очень круто и очень смешно. Однако же, дубляж каким-то хером песню перевел так, что смысл совершенно поменялся. Внимание на экран. Я ворую у богатых и отдаю нуждающимся Но он берет небольшой процент, да? We это старое значение слова маленький, да? Little, по-моему, насколько я помню. But I'm not greedy. Но я не жадный. Как это перевел дубляж? Я деньги у богатых бедным раздам. Вот такую малость. То есть, наоборот, говорится, что он жадный и что он дает бедным копейки. Но на деле все наоборот. Он говорит, что я беру у богатых, отдаю бедным, а себе беру чуть-чуть. Ну, типа, вообще совершенно поменялся персонаж. Возможно, они это сделали для того, чтобы показать, что он как бы плохой и что против него нужно бороться, но тут же совсем не об этом. То есть, тут высмеиваются все персонажи. То есть, тут высмеиваются все сказочные персонажи. Я не знаю, зачем это было сделано. Это прям косяк. Огромный косяк. И так делать нельзя. Потому что можно отходить от оригинала, когда вы переводите песни, но, типа, не так, чтобы песня вообще означала просто противоположную какую-то позицию, да? Это неправильно. У Гоблина же, однако, перейдено очень круто. И мне очень нравится. Каждая строчка, я считаю, топ. Гоблин здесь значительно круче. Прям красавчик. А вот этот момент, ну, очень сложный. Здесь осел приводит цитату из песни, из этой. И в этой цитате есть как раз таки и про hold, но про please я что-то не услышал и не увидел, когда читал текст. Но, тем не менее, понятно, что это отсылка именно на эту песню. И что-то здесь нужно сделать. Нужно как-то поймать ритм или же нужно что-то вот как-то слова правильно подобрать. Давайте посмотрим, как это получилось. Да, видите, дубляж пытался перевести, сделать как-то тоже песенку, чтобы получилось прикольно. Ну, как мне, так себе. Гоблин попытался просто перевести дословно, что, ну, тоже слабо. Но, опять же, видите, в чем плюс то, что у Гоблина закадровая озвучка. И мы слышим оригинал, и мы слышим, что имел в виду настоящий актер, и нам как бы вот примерный перевод попался. Ну, по сути дела, точно здесь в данном случае перевод. И в данном случае, наверное, у дубляжа будет по-любому невыигрышная позиция, потому что, если не привести какой-то более прикольный аналог, а мне кажется, именно это здесь и нужно было сделать, нужно было привести какую-то песню, которую знают все, или, может, песню на русском какую-то, которая попала бы в артикуляцию, попала бы в губы, попала бы в тайминг в этот, и тогда, возможно, было бы более прикольно. Так получилось очень слабо и непонятно. У Гоблина здесь он выиграл только за счет того, что это за кадр, и поэтому мы слышим, что происходит на заднем фоне. Ну и последнее, что касается песен, я на самом деле об этой песне узнал только когда посмотрел Стражи Галактики, мне она очень сильно понравилась, и я знал, я говноед, я узнал о ней только тогда. А оказывается, эта песня фигурировала в мультике «Моего детства», и даже такая была небольшая отсылочка, да? В данном случае у нас вопрос. Это слова из песни, да, это слова из песни. Их нужно перевести красиво, да, ну, получается дословно, ну, хотелось бы, чтобы шутка как-то осталась, да? Может быть, просто процитировать цитату, то есть прямо на английском это прочитать, если позволяет произношение. Хотя, возможно, могло получиться так же кринжово, как в последней части «Last of Us». Я не играл на русском, я играл на английском, но я слышал много отзывов, что когда они пели, на английском это был кринж. Вполне возможно, и здесь могло бы так получиться. Но, тем не менее, да, это отсылка на эту песню, и как раз-таки в конце эту песню включают. Принцесс Фиона. Но, тем не менее, и гоблин, и дубляж просто переведет дословно. Она любит пить коктейль пенья колада и гулять под дождем. Она, как заряженный наган, обожает коктейль пенья колада и любит гулять под дождем. Что, в принципе, правильно, по сути дела, как бы тут сложно что-то говорить. Но да, но да, шутка, конечно, потерялась. Вот такой вот шрек. Дальше предлагаю поговорить о грубостях. Как вы сами понимаете, это мультик, поэтому мультик должен быть для детей, быть приемлемым. Поэтому сильно жесткого переводить нельзя. Да, с какими-то там очень острыми, сильными словечками. Нет. Поэтому нужно себя как-то, ну, цензурировать, самоцензурировать. Даже если в оригинале слово какое-то приближено к нашим каким-то не очень приятным словам. И, кстати, самое первое жесткое слово, которое должно было быть, оно у нас появляется в самом начале, прям в самом открытии. Как вы видите, он выходит из туалета. И до этого он прочитал сказку. Поэтому здесь, как бы, у нас тоже идет игра слов и значения. И слово load, оно стоит здесь не просто. Так, как правило, это говорят load of shit. Да, то есть огромная куча говна. Да, куча говна. Ну, или load of crap. Ну, больше load of shit. Да, но здесь этого не говорят, а просто начинается смыв туалета и, как бы, это слово проглатывается, грубо говоря, его не слышно. В данном случае нужно было вот это замьютить слово хрень. Но нужно, чтобы вы эту хрень поняли, да, ну, как мне кажется. Но, опять же, этого сделать практически невозможно в данной ситуации, как мне кажется. Поэтому нужно заменять просто каким-нибудь сленговым выражением. Как по мне, как мне кажется. Кстати, ставьте лайк, если вы хотите разбор этой песни. Она очень крутая, мемная. Если вдруг вам интересно, пишите в комментариях, ставьте лайк обязательно. Ну, а самое главное, пишите в комментариях. Ну, хочу разбор этот. Somebody once told me. Хе-хе-хе-хе. Ага, поверил. Ну и бредятина. Как видите, дубляж сразу перевел бредятина. Да, ну что за бредятина? И никаких недоговорок у нас не было, да. То есть он просто сразу выразил недовольство Шрека. Хе-хе-хе. Ну, сейчас дождалась. Ну, что за... Однако же Гоблин, он сказал, ну что за... И вот мне кажется, в данном случае, ну что за, звучит намного лучше. Потому что Хой скажет, ну что за херня, да. Но этого здесь нет. Этого здесь нет. Его как бы смыли, это слово. Даже можно было, мне кажется, Гоблину задать, ну что за... И пошел бы смыв. Ну, не знаю. Может быть я прав, может не прав. Но тем не менее, у Гоблина мне здесь нравится намного больше. Boneheaded это дурак, дебил. Ну, короче, такие обзывательства того, что человек тупой. Dold это тоже придурок, болван, дебил. Это два слова, которые означают, что кто-то тупой. То есть в данном случае можно было перевести тупой баран или тупой осел, тупой, не знаю. Ну, короче, что-нибудь с этим связано. Тупой дебил, как-нибудь так. Chatterbox, я думаю, понятно. Chat, разговаривать. То есть Chatterbox как бы болтушк, болтать. Любит поболтать. Он немного застенчивый, а так болтает без умолку. Говори, скотина. Ясно. Кстати, очень забавно, но дубляж как-то вот пропустил. Что-то тут как-то не сработало. Здесь рот открывается, а слов нет. Говори, скотина. Ясно. В губы не попали. Да, странно. Просто говорит, говори, скотина. Норм, но опять же, как мне кажется, можно было добавить тупая. Говори, тупая, скотина. Ну, возможно, очень жестко. Возможно, бы не пустили по рейтингам каким-нибудь. Но, тем не менее, мне кажется, так было бы более правильно. Он немножко, немножко дервничает. На самом деле болтает без умолку. Говори, осел безмозглый. А вот у Гоблина мне нравится очень сильно. Говори, осел безмозглый. Вот это вот реально круто. Во-первых, то, что и как бы обзывательство такое. Осел, оно может быть и обзывательством, и... Ну, не обзывательством. Осел как бы, он и есть осел. Да. Ну, и осел безмозглый звучит, как мне кажется, намного круче. Ну, и самое забавное, что Гоблин, учитывая, что он за кадр, он даже больше попал в липсинг, нежели чем дубляж. Это... Это смешно. All right, you're going the right way for a smack bottom. Smack bottom. Ну, я думаю, здесь понятно. Smack – это хлистать, это бить, это так шлепать. Bottom – это низ или же задница. Smack bottom – это, то есть, как бы удар по жопе. Да, то есть, она говорит, ты сейчас дождешься до того, что я тебя сейчас под жопник пну. Что-нибудь такое. Я бы как раз так бы и перевел. Под жопник. Ты напрашиваешься на под жопник. Как это перевели другие ребята. Смотри, хвост надеру и завяжу узлов. Так, ты все-таки напросишься и схлопочешь по заднице. Извини. Ну, не знаю, как-то по мне оно очень по-детски. Я понимаю, что это мульты для детей, и, короче, фиг его знает. Мне тут не особо-то у Гоблин нравится. Гоблин, как мне кажется, может круче. Он может даже не такие жесткие маты, он может просто какие-то обзывательства очень классно вывернуть, и тогда получится прикольно. У дубляжа же, ну, как-то совсем по-детски. Я тебе хвост надеру и завяжу узлом. Ну, такое, как мне кажется, как-то не очень, короче. Единственное, что спасает, это озвучка. Озвучка действительно крутая, поэтому ты как бы на такие моменты не обращаешь внимания. Hold the phone. Hold the phone. Что такое hold the phone? Вообще у него несколько значений. Первое значение это, когда вы с кем-то спорите, и когда вам больше спорить не хочется, вы говорите hold the phone, то есть все. Дальше спорить смысла не вижу. Все, все, заканчивай нафиг. Второе значение это как раз-таки, когда вы чего-то не понимаете, и когда вы о чем-то узнали только что, вы можете сказать hold the phone, типа hold up a minute, да, hold up a minute. Здесь тоже hold the phone, типа погодите, погодите. Так, стоп, 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 стоп. Здесь как бы тоже он выразил такое удивление, типа нифига себе. Вот, и я не понимаю, почему нельзя было перевести нифига себе. То есть это не совсем такое ординарное выражение, не совсем обычное выражение, да. Это все-таки, ну я бы не сказал, что сленг, это скорее, ну фразеологизм, что ли, можно, наверное, так выразиться. Поэтому можно было бы сказать нифига себе, вот это да, обалдеть, очуметь, ну и так далее и тому подобное. То есть кому на что фантазия позволяет. Как мне кажется, здесь как-то, ну, слабенько. Как мне кажется, забавно, и ого, это как-то, ну, очень слабо. Можно было как-то поиграться, чтобы делать момент еще смешнее. Вот здесь дальше очень забавно Как вы знаете, осла звучит Эдди Мёрфи Эдди Мёрфи чернокожий, вот это слово Tripping, оно как раз таки очень Свойственно чернокожим, даже вот знаете Эта песня Spoon Laia, Moon Laia Вот там как раз таки вот это слово есть Tripping По сути дословно переводится как Трястись, то есть как бы Быть неуверенным, то есть как бы Ну бояться, да, нервничать То есть ну так, если уж совсем объяснить Поэтому в данном случае у нас два варианта Либо сделать смешно, либо сделать точно И максимально приближенно К оригиналу, что вам больше понравится Тут уже сами решайте Я не буду тут говорить Кто сделал лучше, а кто хуже, но Очевидно, что Гоблин сделал намного Точно, он практически точно Перевел то, что там есть И получилось вроде прикольно Но как на мой взгляд у дубляжа получилось Смешнее, да, в дубляже В дубляже, извините меня Я не знаю как правильно, получилось прикольно Потому что он добавил больше сленга Запищали как сявки, но это реально круто Как мне кажется, это забавно Можете сказать, что по-детски, но Как по мне, все-таки больше забавно, нежели чем по-детски Я здесь никому Свой голос отдавать не буду, мне кажется Каждый решит сам Когда налопался горох Устроил смертельную газовую атаку Как я наелся тухлых ягод Но меня так вспучило кровь Целый день газа из-под хвоста, так и перли А вот в этом моменте я все-таки отдам предпочтение Гоблину У Гоблина получилось точно и смешно Слово БАТ задницу никто переводить не стал Но при этом у Гоблина было прям в тему Целый день газа из-под хвоста, так и перли Это прикольно, это забавно Но это так же некультурно, некрасиво Как в оригинале ГАС из... ГАС из... Про БАТ, да То есть, как мне кажется, здесь у Гоблина все-таки намного круче А у дубляжа как-то получилось по-детски Налопался гороха и устроил смертельную газовую атаку Ну то есть прям сплошные эмфемизмы, какие-то метафоры Ну как-то прям слишком по-детски Как будто прям таки максимально избегали того, чтобы не сказать слово задницы И ушли прям очень далеко, потому что забояли, что кто-то может подумать Что там вообще можно про слово жопа сказать Вот, поэтому вот так вот Мне кажется, все-таки у Гоблина здесь круче Далее давайте перейдем к игре слов Она тут тоже есть, ее тоже не очень много, но она тут есть Итак, здесь у нас мультик играется с тремя словами Это Хаус Флай, Супер Флай и Данки Флай В чем суть? Хаус Флай это муха Но дословно, если переводить, получается как дом летит Да, но по сути дела это просто муха Супер Флай это означает крутой Это какое-то слово, которое появилось в 70-х И вот там оно, собственно, и завирусилось В общем, означает, ну, крутой Переводится оно как Супер Летит Да, то есть дом летит, Супер Летит Дальше имеется в виду как раз-таки Осел Летит Но второго значения как раз-таки у Данки Флай этого нет То есть по сути дела как раз-таки идет такая вот игра слов Что, мол, те слова, они означают Ну, у них два значения, а тут всего одно Осел Летит, Осел Полетел Это прикольно, это забавно, интересно, как это все переведут Ну и все-таки, как мне кажется, Гоблин здесь, наверное, ну, он, я не знаю, выкупил, не выкупил этот прикол Но он просто перевел как Мухи и Супер Мухи, как мне кажется, слабо и не смешно Что касается дубляжек, мне кажется, намного прикольнее Что там Карлсон, Питер Пен, то есть отсылка на всяких магических созданий И, ну, на мой взгляд, вы можете сказать, а ты от себя тебе на этого вообще нет Но зато это забавнее, чем просто Мухи и Супер Мухи Понятно, что Гоблин, опять же, перевел дословно House Fly, это муха обычная, да Супер Флай можно перевести как Супер Муха Не знаю, я не знаю, правильно это или неправильно Но все-таки прикольно с Питером Пеном и с Карлсоном Я все-таки считаю, что когда дело доходит до каламбуров, до игры слов Нужно креативить и можно отходить от оригинала Даже значительно отходить от оригинала, если можно сохранить шутку и как-то сделать ее смешной Здесь раз опять же идет игра слов Brimstone, то есть сера, но stone, там как бы камень И просто stone, камень, да То есть и здесь как бы нужно было это связать, да То есть я знаю, что это никакая не серая и не камень тоже То есть, а все это имеет в виду, я знаю, что это не серая никакая И тем более уж не камень никакой, да Потому что они созвучны Brimstone и просто stone, да Шрек же говорит, что это серая воняет, а не то, что он пернул Вот здесь очень интересно, как это все перевести, чтобы связать с камнем Я, честно говоря, понятия не имею Я бы попробовал связать как-то с серым Серый, серый цвет, я не знаю, ну что-нибудь такое, да Может быть, может быть Может быть, как-то можно было обыграть это, но Короче, тут думать нужно, это сложно Давайте посмотрим, что там получилось у наших переводчиков Фу, Шрек, ты довонял Мог бы, между прочим, предупредить Я бы принял кое-какие меры Поверь мне, осел, будь это я, ты бы сдох Пахнет серой Значит, мы уже близко Да, как же, придумал Я знаю, что почуял, это никакая не сера Сплошная смрадная органика Дубляж вообще эту шутку никак не подхватил То есть, сплошная органика Ну, я не знаю, то есть, шутки вообще нет никакой, как мне показалось То есть, от игры слов вообще ничего не осталось Фу, Шрек, это ты подал Слушай, ты хоть, блин, брызгай перед тем, как подпустишь У меня был рот открыт и все такое Поверь на слово, осел, если бы это сделал я, ты бы уже сдох Это пахнет серой Должно быть, мы уже близко Да, конечно, серой А то я не знаю, чем пахнет серой и чем пахнет это дело И какая сера на такую вонь не способна У Гоблина тоже игра слов потерялась Но, тем не менее, у Гоблина это вышло смешнее Во-первых, из-за подачи какой-то Во-вторых, он там много всяких штук сравнил с серой Никакая сера на это дело не способна, да Во-вторых, у него получилась рифма, да А то я не знаю, чем пахнет серой и чем пахнет это дело То есть это, как мне кажется, намного круче И вот это вот прикольнее То есть вроде как убрал каламбур Но оставил какую-то рифму, да, добавил рифму И, как мне кажется, это неплохое замещение Поэтому мне кажется, это окей Мне кажется, здесь проблем нет У Гоблина здесь, как мне кажется, круче, смешнее У Матни, у Дубляжа очень слабо И ни о чем совершенно Далее у нас снова идет игра слов Как вы знаете, Лорд Фархад Он очень маленький, да, он низкий Он карлик такой получается Здесь как раз-таки Шрек и Осел Над этим подшучивают То есть Фиона спрашивает А как вообще выглядит этот Лорд Фархад На что Шрек отвечает Что такие, как он, сейчас в Short Supply Short Supply это означает, что таких, как он, сейчас Немного, да, то есть их сейчас мало осталось Но, однако, используя слово Short То есть отсылаясь на то, что он маленький Он коротышка И Осел его подхватывает и говорит Что a lot of people think very little of him To think little of someone имеет два значения Первое значение это, то есть недооценивать Второе значение это как раз-таки пренебрегать То есть, наоборот, думать как-то очень плохо О человеке, допустим Как мне кажется, здесь все-таки имеется в виду О недооценивании Шрек говорит, что таких, как он, сейчас очень мало И Осел как бы подхватывает Да, его многие недооценивают Но при этом оба используют слова Short a little, как бы намекая на его рост Вот это нужно как-то перевести Как мы это переведем? У меня такое чувство, что дубляж просто не заморачивался Им просто пофигу было Они такие Они как бы даже шутку не заметили И просто дословно перевели Ну это прям позорище Серьезно, прям позорище Потому что, ну блин, ну тут очевидно же Прям очевидные шутки Они даже не попытались как-то их обыграть Вообще никак То есть, ну прям очень плохо Очень плохо Про таких, как он, говорят Ладно, скроен, да мелко сшит Точно, Шрек Многие даже говорят Чересчур мелко Я бы не сказал, что Гоблина очень смешно получилось Но тем не менее, хоть что-то Хоть как-то он попытался обыграть вот этот его рост И, ну, хотя бы так И, ну, естественно, это лучше, чем ничего, да Ну окей, то есть Гоблин здесь, конечно, молодец Я бы не сказал, что это очень смешно Мне кажется, можно было еще что-нибудь подумать Поразмыслить, чтобы получилось чуть более прикольным Ну окей, сойдет Ну типа у дубляжа это прям вообще позорище Это полный капец Просто прям Так, ребят, нельзя Так, нельзя Что касается игры слов Это, в принципе, все Как видите, ее не очень много Давайте теперь посмотрим на вещи, да Которые сложно было перевести С которыми могли возникнуть вот какие-то такие проблемы Допустим, слова, которых нет в русском языке Шрек! Ну, ты знаешь, что я люблю о тебе, Шрек? Ты такой, что я не волнуюсь, что никто не думает о мне Я люблю это, я уважаю это, Шрек Ты все равно Шрек, ты мне нравишься за то, что у тебя есть такая черта Типа тебе на всех наплевать, да И вот, в принципе, это можно перевести как-то так Но нужно еще попасть в губы Чтобы это получилось более прикольно Посмотрим, как это перевели наши переводчики, собственно Простите за тавтологию Слушайте, а вот мне здесь нравятся оба варианта Реально, очень круто И первый вариант, и второй Первый вариант мне нравится это слово пофигист Оно реально прикольно звучит Оно очень классно вписывается А гоблин перевел, опять же, более точно Но, тем не менее, тоже в тему То есть, прям круто То есть, мне здесь нравятся оба варианта Очень круто, молодцы Далее идет to-do list To-do list, это значит, какой-то список, да Который нужно сделать Ну, то есть, вот, например, вы с утра встаете И пишите там Сделать зарядку, там, позавтракать Сходить в универ и так далее И потом отмечать Вот это называется to-do list Давайте посмотрим, как это перевели Ты не уничтожил дракона? Оставил на десерт Пошли Вы не убили дракона? Уанн у меня как раз следующий по списку Привет И опять же, здесь точнее у гоблина И лучше, как мне кажется, у гоблина Десерт При чем здесь десерт? Непонятно Че к чему, о чем речь То есть, ну, фиг его знает А вот у гоблина в точку У гоблина прям очень круто Мне кажется, у гоблина прям то, что нужно И вот эта фраза, она стала мемом На протяжении всех фильмов про Шрека Better out than in То есть, лучше, когда оно выходит Нежели, чем когда остается внутри И здесь, как я понимаю, ее никто не знал Как более правильно перевести Я думаю, что никто не знал, что она станет такой вот Коронной фразой на протяжении всех фильмов Поэтому перевели вот так вот По-своему Какой вариант мне здесь больше нравится? Мне здесь больше нравится вариант у дубляжа Мне кажется, что у них более прикольно Лучше отрыжка, чем изжога По сути дела, то, что хотел сказать Шрек Лучше пускай оно выйдет, чем останется здесь У гоблина имеется в виду Лучше спереди, чем снаружи То есть, лучше я рыгну, нежели чем пёрну Ну, такое Он имел в виду не это Потому что, если бы Шрек захотел Он бы и пёрнул Опять же, здесь классные переводы У обеих студий озвучек, но у меня здесь всё-таки претензия к категровке Дело в том, что в дубляже Шрек говорит так Как будто первое, у него заткнуть рот А второе, это иди посмотри лестницу Осёл, две просьбы Хорошо? Заткни Хлебало И поищи где-нибудь лестницу На самом-то деле Шрек говорил, что заткни рот Заткни хлебало Потому что эти две вещи, они как бы относились к тому, чтобы он закрыл рот Да, то есть просто два слова Но в дубляже, видимо, не было контекста Или может не объяснил режиссёр Я не знаю Но получилось так, как будто бы Заткни хлебало первое Иди поищи лестницу вторую Но опять же, может и я так слышу В комментариях напишите, так вы или думаете или нет Следующее, оно же является и последним Это скорее такая моя придирка, что ли То есть мне кажется, что так нужно делать Я не знаю Напишите в комментариях, если я прав или не прав Напишите, как вы думаете Мне кажется, когда в английском языке кто-то использует вот такие вот особенности речи Типа двойного отрицания Которое, по идее, по нормативному английскому является неправильным Но на улице его многие используют Когда люди это используют, тоже нужно как-то выделять Потому что показывают некий твой социальный уровень И как мне кажется, у осла, поскольку он чернокожий Поскольку он осёл Вот такие вещи вот и используют То есть используют, во-первых, ain't, это сленговое выражение А во-вторых, используют двойное отрицание Это тоже можно как-то выделять Возможно, какой-то неграмотностью Возможно, каким-то мелким сленгом Типа слов фига, ё-моё Или что-нибудь такое То есть, как мне кажется, такое нужно делать Но это чисто мои загоны Потому что я вижу, что, ну, как мне кажется, это нужно выделять Однако ни дубляж, ни гоблин этого не делали То есть, вот обратите Я-то знаю, что я не трус Я-то, чёрт подери, точно не трус А здесь шутка Мы в прятки играем Тут и так страшно, а ты ещё в прятки играть затеяла В каком смысле? Ты же была красивой до сих пор Не понял, о чём ты? Я тебя такой никогда не видел Хотя осёл использует двойное отрицание и слово ain't на протяжении всего мультфильма И, как мне кажется, это можно было как-то отыграть Чтобы, ну, опять же, показать его вот эти вот небольшие культурные особенности Ну, опять же, это мой бзик Это, мне кажется, так нужно делать Я сам, когда я перевожу, я так делаю Не знаю, как оно правильно или неправильно Напишите в комментариях Ну, вот, в принципе, и всё Собственно, мы посмотрели всё Я вам хотел показать именно эти фрагменты Как видите, их не очень много Но, тем не менее, мне кажется, видео получилось насыщенным, интересным Ну, мне, по крайней мере, было интересно Следующее видео тоже будет про сравнение озвучек Но уже Южный парк Надеюсь, это видео хоть что-то соберёт Потому что в последнее время как-то оно не очень заходит Надеюсь, что оно хоть что-то соберёт Сделаю Южный парк А там дальше уже будет разбор интересный Да, интересный разбор, который, надеюсь, вам понравится Такое можно подвести итог На самом деле, тут везде есть какие-то свои плюсы и минусы Мне искренне скажу Мне, честно, именно по переводу мне больше понравился Гоблин Мне больше понравился Гоблин Потому что Гоблин всё-таки более живой какой-то Мне кажется, что Гоблин как раз-таки больше времени потратил на перевод этого фильма У него было достаточно времени, чтобы подготовиться У дубляжа такое чувство, что их куда-то торопили, гнали И перевод сам по себе, ну, довольно слабый, как мне кажется Хотя голоса, голоса вытаскивают всё Актёрская игра, она вытаскивает даже самый плохой перевод Это я тоже не устану повторять Вот, вы можете быть профессиональным актёром И вам дай какой угодно текст И если вы его классно отыграете, то Слушатель или там зритель даже не заметит Поэтому да, поэтому я лично бы выбрал, конечно, перевод Гоблина Он действительно крутой на уровне Вот, ну а что касается голосов, да, всё-таки я влюблён в дубляж В голоса в эти крутые, в прикольные, в Шрека, в Осла Мне они очень нравились в детстве, как-то ностальгия, знаете, такая Как мне кажется, всё-таки Гоблин здесь реально был крутой То есть, по идее, всё-таки стоит смотреть Шрека в переводе Гоблина Я не знаю, есть ли вторая часть, если вдруг есть Можем её тоже сравнить, как-нибудь пишите в комментариях Если вдруг вам это интересно Ну на сегодня всё, спасибо за просмотр Ставьте лайк, пишите комментарий Обязательно пишите, что вы думаете об этом видео Интересен ли вам этот формат, стоит ли его продолжать Ну а мы с вами увидимся как-нибудь потом Что, скоро? Ещё раз спасибо за просмотр Ставьте лайк, пишите комментарий И ни в коем случае не забывайте, что английский – это слишком изо Пока